Добрый день, дамы и господа! Вы смотрите новости виноделия с Валерием Лобовко. Сегодняшний наш репортаж мы условно разовем подпольно из антимонопольного комитета. Такое специфическое название произошло в средстве того, что здесь состоялся закрытый совет корпорации «Укрвинпром», в котором приняли участие 15 членов-участников совета корпорации, а также 3 делегата по доверенности. Вступительным словом к собравшимся обратился вице-президент корпорации Владимир Гисим, директор Узеровского коньячного завода. В своей краткой речи он призвал к консолидации всех участников рынка и к объединению усилий преддверии надвигающихся бурных событий в отечественном миноделии. Вторым пунктом повестки дня было выступление председателя Центральной отраслевой дегустационной комиссии Эдуарда Михальянца, который рассказал о дегустации коньяков, имевшей место в славном городе Ужгороде. О самой дегустации мы рассказывали в наших новостях виноделия на прошлой неделе. Основная причина, на которую обратил внимание Эдуард Михальянц, было то, что некоторые производители выпускают коньяк совершенно низкого качества. Главную причину председатель ЦОДК видит в том, что эти заводы используют импортный привозной спирт, который закупают по дешевке за границей. В то же время лучших успехов добились Ужгородский коньячный завод, Одесский коньячный завод и Таврия, которые для производства коньяков в Украине используют собственный коньячный спирт, спирт собственной коньячной перекурки. По третьим пунктам повестки дня значилось выступление первого заместителя генерального директора корпорации Украинпром Владимира Кучеренко, который сообщил всем собравшимся радостную новость. Сегодня подписан приказ номер 303 по Минагропроду, которым утверждена комиссия по полуторапроцентному сбору. То есть с сегодняшнего дня уже предприятия, перед которыми есть задолженность за прошлый год, имеют все шансы получить причитающиеся им средства. Также Владимир Кучеренко озвучил позицию Министерства агропромышленной политики и продовольствия о том, чтобы эти деньги направлялись не в общий фонд, а специально на счета предприятий, которые должны получить задолженность за прошлый год. Пункт четвертой повестки дня. По нему выступал советник корпорации Украинпром Владимир Фуркевич. Он рассказал о страшной и трагической ситуации, сложившейся в отечественном шампанском виноделии. Суть вопроса в том, что предыдущие украинские ГОСТы подразумевают применение для производства шампанского сахарозы. Многие производители вместо этих устаревших ГОСТов предлагают взять за основу российские ГОСТы, по которым предусмотрено производство, использование сахара первой и второй категории для производства шампанского, что существенно удешевит производство этого чудесного напитка и сделает более простым технологический процесс. Как оказалось из выступления Владимира Фуркевича, основным тормозом в этом процессе является отраслевой институт МАГАРАЧ, который требует выделения дополнительных средств для производства и для исследования данной проблемы и для составления новых ГОСТов. По словам Владимира Фуркевича, которого поддержали практически все собравшиеся, действия института МАГАРАЧ действительно ведут отечественные виноделия в тупик. Из-за непомерных требований выделения 4 лет на исследование, а также дополнительной суммы в 1,2 млн грн. Под пунктом 5 сегодняшнего совета корпорации была защита отечественных географических наименований. Все собравшиеся поддержали предложение корпорации Украинпром о том, что мы не должны отдавать наше достояние то, что было на работе наших предков и соглашаться на кабальные условия Евросоюза. Все собравшиеся высказали единодушное мнение, что мы не должны отказываться сами от того, что приносит прибыль отечественному виноделию. Также в ходе совета корпораций рассматривались способы объединения виноделов. Как известно, на ближайшее время намечен объединительный съезд всех участников рынка. По задумке министерства должны собраться представители всех корпораций, которые присутствуют на рынке виноделия Украины, и выработать общие условия, по которым они объединят свои усилия для защиты отрасли. По просьбе собравшейся на совете корпорации мы не будем разглашать детали и подробности плана объединения, который выработал Украинпром. Думаю, о них мы узнаем в ближайшее время на объединительном съезде, который по предварительным прогнозам должен состояться 1 июня текущего года, то есть послезавтра. Также в конце совета корпорации выступил владелец первого национального винодельческого холдинга Валерий Самокий. Он рассказал о фестивале Art Wine Fest, который будет проводиться в августе в Херсонесе. По словам Валерия Шамотия, для проведения этого фестиваля его предприятие выделяет 200 тысяч долларов. И призвал всех собравшихся, как представителей всех ведущих предприятий отрасли, принять в нем участие. Тем более, что заявка на участие имеет довольно низкую стоимость, всего лишь 2 тысячи гривен. Причиной проведения такого фестиваля, по словам Валерия Шамотия, стало ужасное и бедственное положение, в котором оказались украинские виноделы. Как известно, в прошлом году производство украинских вин сократилось на 40% и имеет все тенденции к уменьшению в текущем году. Кроме того, ведущие розничные сети страны отказались от реализации украинского продукта и стараются заменить его на импортный товар. Думаю, итоги Совета Корпорации будут интересны всем участникам рынка. Особенно, еще раз отмечу, в свете предстоящего объединительного съезда виноделов страны, который запланирован на 1 июня. Это были новости виноделия с Валерием Лобовко. Напоминаю, что новости виноделия присутствуют на всех значимых событиях в отрасли. Если вы думаете, что мы не успеваем осветить какое-то важное для отрасли, для жизни отрасли событие, пожалуйста, пишите, звоните, наши контакты есть на портале Евровайн и на портале журнала Виноград. До скорых встреч уже в конце этой недели. Продолжение следует...